Вот как это все появляется. Он так называется замечательно. Проектирование восстановления Украины в духе плана Маршалла. Гениально! И самое главное для чего? То есть этот же документ значения не имеет. Главное это последняя фраза. Для того, чтобы ее потом внутри процитировали, в том числе, и была перемога. Ну то есть это все, это позитивный когнитивный сигнал, да, то есть чтобы радовались. Но по поводу Эрдогана и его заявлений, мне кажется, очень важно вскрыть еще два контекста, потому что это же не просто заявление, это же позиция, основанная на опыте историческом, турецком. То есть, собственно, Турцию, ну как в ее формате, когда она была Османской империей, собственно, Запад же и загнал по подобной схеме. Вот та же там Крымская война, которая была с нами, это и было ровно такое же подстегивание, накачивание оружием, провоцирование скандала. Началось же все вокруг тех дунайских княжец, не в Крыму, да, началось все вокруг Молдавии как раз. И потом, до чего же докатилось, последующие кризисы и конфликты, в том числе с нами, всегда провоцировались Западным. И жесткий национализм, который возник, там же разрушилась Османская империя, и пришли вот эти младотурки, которые сразу же устроили геноцид, не только, там же и с армянами, и с греками, потому что Стамбул-то был имперский, это был многонациональный город, где все, в общем-то, как-то уживались. То есть у Турции был этот опыт. А еще был второй опыт, когда, собственно, под влиянием уже больше германского капитала, потому что они попали в сложнейшую зависимость, их затянули в ненужную и первую, и вторую мировую войну, в ходе которых они потеряли и людей, и земли, и самое главное, оказались откинуты в развитие. А третье, что с ними проделали, это уже почти 40 лет ожидания в предбаннике евроинтеграции. Они же тоже это все видят, у них есть исторический опыт, и как их гнали на убой, как сейчас гонят режим Зеленского. Второе, как их элиты заигрались и попали в полное внешнее управление и потеряли империю. И третий опыт, это колонизация под видом евроинтеграции. Это все не может быть потеряно в рамках культуры турецкой, поэтому это более глубоко, чем просто политические заявления. Да, я с тобой согласен. Кстати, по твоей теме, по СНГ, вот сейчас новость пришла, покинул посол Украины Казахстан по требованию властей Казахстана. Ну, то есть его просто выставили оттуда, и мы можем только поприветствовать это решение. Союзническое решение. Молодцы.